Привет! Сегодня не про мотор, нет, шутка про него в конце видоса, вот. Есть несколько других событий. Первое, это я переехала в другой гараж. Второе, история о том, как замена всего двух пыльничков вышла мне на 15к тысяч рублев. Начнем, пожалуй, из гаража. Опа-опа-опа-опа, побежал, короче, за телевизором и усилителем. Эд, чтобы переместить гольфа из одного гаража в другой гараж. Естественно, на эвакуаторе. Он, знаете ли, сопротивляется системе и не хочет запускаться без мотора. Да и хуй с ним, залазим. Давайте все вместе сделаем вид, что это происходило совсем недавно, а не в феврале. Пам-пам-пам-пам-пам. Почти приехали, кстати. Добро пожаловать в новое гнездышко гольфа. Беленькое, светленькое, еще и чистенькое теперь. Уи-и-и. А где, собственно, гольф? Тут же магия должна быть. О, мага-а-а. Только вот у меня еще и срача в полтора раза больше гольфа, который надо долго и очень скрупулезно распихуевывать по полочкам. А по полочкам примерно по вот этом. Ну и впредь стараться не захламлять гаражик. Потому что есть такая фигня. Я вот этом вот поменяю, потом положу вот этом вот в коробочку, и вот этом вот будет пылиться много-много лет. А по итогу получается план говно. Ну ладно, дума позитивно. Срач свой я уложила по полочкам. Номана, пойдет, все равно потом все переделаю. Че, тип, можно переходить к козырям? Я забрала посылочки с экзиста. Три болта шруса оригинальных, новых. Радиатор охлаждения, потому что он бег, бежал. Пыльники на рулевую рейку. Я переживала за хомуты, они у меня тут есть. Подушка двигателя передняя. Подушку в коробке я меняла. Правая подушка, она вроде как целая, живая, оригинальная. И вот божественный хрусть был как раз вот от вот этого патрубка. Нет, это не патрубка, шланг, не шланг. Сейчас помню, как называется. Ну, короче, просто трубка. Трубка охлаждения. Вот, сломалось у меня вот это вот крепление. Но там оно было неоригинальное, и это тоже неоригинальное. И в принципе там продавался только Китай, который можно заказать на ближайшую перспективу. Поэтому вот будем довольствоваться тем, что есть. Что я вообще хотела сделать сейчас, это снять телевизор, радиатор. Надо все вот это вот ввести на мойку. И самое главное, это вот из-за чего все эпопеи все-таки из-за вот этих двух. А я вас вижу. Вы все. Шутка. Не все. Телевизор и усилитель выговорила им торжественно. На помывочку. На моечку, чтобы почистить все прям с изнаночки. Уууу, ты куда? Вот именно, не забываем о существовании тросика на открывание капота. Все дойдем до клобика. Потанцуем кробика. Пока что, сия конструкцию, я временно отложила. Буду заниматься заменой пыльника на правой стороне. Ну, скажем так, это рабочая сторона у моей машины. Потому что безработная я сижу слева. Да ну нет же, там просто рулевая тяга новая, а с левой стороны она уже древняя. Не знаю почему, но я очень долго ставила эту опору. Ну, типа, а вдруг я поставлю как-нибудь неправильно, она не удержит мою машину. Абсолютно наплевать, что там еще кратно подстраховки, еще и колесо. Короче, ссыкотно. Ну ладно, мы параноики не опасны. Ну хотя, вам не страшно только потому, что вас еще не пугали. Хи. Дай пять. Все, пора выковыривать рулевой наконечник. Правда, есть с этим некоторые проблемки. Видите, да, вот этот потрясающий съемник, который очень кривожокно установлен. Мало того, что оно будет иметь последствия, так еще и снять мне при помощи него ничего не удалось. Давай, выходи. Блядь. Еблок. 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 Ура. Короче, рулевой наконечник под замену, нахуй. Это как раз вот те самые последствия от съемника. Супер. Ну потому что не залазит он туда как нужно. Как это вышло, хуй знает. О, свет. Чтобы достать рулевой наконечник, надо ослабить развальную гайку. Да, блядь. Типа он нормально идет. Ну хоть что-то нормально идет. Но это, кстати, потому что наконечники я уже меняла. Это какой-то корабль Тисея получается. Типа, если все части исходного объекта заменены, остается ли объект все тем же объектом? Хи-хи. Сейчас бы еще левый разобрать так, чтобы это живой он остался. Ну это уже, походу, надо использовать какую-то магию у них, Огвартса. Уи-и. Можете поздравить, пока что больше ничего не поломалось. Пинтернят, пинтернят. Разве что еще маленький кусочек нервной системы. Хомутик. Потрясающий хомутик. А ты пойдешь со мной. Пить, блядь, свет не падай. Здрасте. Так, надо открутить сейчас вот этот хомутик. Короче, я наша единственная, что целую черку. Ага, что вы видите, нихуя не вы не видите. Снимаю, блядь. Ты-ри-ты-ри-ты. Допустим, кря. Полностью, что ли, снять? А вроде, нахуй не надо. Просто посмотрите на этот шикарный рычаг. Так, он выглядит божественно, блядь. Слушайте, он даже оригинальный. Только сука порвался оригинальный. Отой! Я тут сняла. Вы там сняли? Нет? Господи, я ничего даже без меня сделать не можете. Отойтись, изи. Уи-и-и. По-моему, это говно идея. О, нормально. Опа, опередикопы. Короче, оригинальный немножечко покороче. Но мне кажется, это... И тут я вспомнила, что когда я доставала этот пыльник, часть его оказалась внутри него, как бы. И, возможно, поэтому он немножечко покороче. Но... Да. Вот эти места похожи. Все нормально, значит. А немножечко он короче. Ну, хер с ним. Точнее, вот этот длиннее. Короче. Да, нормально. Пойдет. Да. Пизда. Так, по поводу внутряшки под пыльник. Хз, что там делать? Но я спросила совета. Сказали почистить, смазать и потом протереть, чтобы оставалась чистая масляная пленка. Ну и вот сюда еще смазки напихала. Что там осталось? Вкорячить пыльничек и все ведь? Если было все так просто. Во-первых, было очень неудобно, поэтому пришлось переставить камеру. Во-вторых, эта фига-то застревала в резьбе. Вот, типа так он провалит нормально. Ноги затекли. Руэш, руэш. О, дай бись. Вот, короче, он вот так. Надо попасть в дырочку. Я нашла, да ладно. Хомучки, иди нахуй. О, Хироси. Вот это я молодец. Где моя божественная отвертка? Ну вот залезла ведь вроде. Да, залезла. В чем проблема? Ну как-то надо подальше, по-моему, еще. Вот. Сколько у меня на это время уже? Девять минут. Средняя зябла? Фух, сделай. И, кстати, к этому времени я уже заказала обновочку. Новый рулевой наконечник за 403 рубля. Охренеть. 403 рубля, это что? Это вас. Сейчас надену хомутик, накручу рулевой наконечник, подкрашу рычаг и можешь собирать. Помните, да, что я вам говорила про хомутики в комплекте, которые идут? Для них вот инструмент иж специальный нужен. И вот его-то как раз у меня не было. Поэтому в ход идет старый ржавый задрипанный червячный хомут. Медяшки много не бывает, поэтому вот сюда ее. Теперь можно накручивать еще нестрадальческий рулевой наконечник. В правую сторону и вот интеринтеринтеринтерин. Гайку возвращаю примерно на то же самое место, но все равно придется ехать на сход-развал. Затянула, конечно, ебанилась на века. Короче, не суть. Регулировочка вся будет потом. Финальный штрих и почти все готово. Пиздец. Это я где-то гайковерт оставила, а где вот я не помню. Благо вот еще трещотку не потеряла. Так, погнали в вторая сторона. Очень сильно надеюсь, что рулевой наконечник я здесь не ушатаю. Ой, блядь, сама бы не ушаталась. Со второй стороной процедура довольно-таки однообразная. Но есть одно но. Поднимаем на домкрате, откручиваем колесные болты, скидываем колесико. Не забываем подстраховать всю эту балагуду треногой опорой. Нихуй оси болт. Ковырк. Еще и под машину закинуть колесо. Напоминаем про левую безработную сторону. Там имеется два косячных момента. Первый я безуспешно хотела решить при помощи жидкого ключа. Там, наверное, какие-то нехорошие люди гайку просто приклеили, и она у меня не хочет крутиться. Вот. Ну, справедливости ради, не крутится она не только у меня. Пришлось попросить помощи у двух сильных мужчин, которые вырезали мне ее просто болгаркой. Окей, второй момент. На рулевой тяге существует специальное место под ключик. Но по факту этой тяге больше лет, чем батиным штанам, поэтому этого места там просто нет. Короче, все жопа, все говно. Давайте уже рулевой наконечник снимаем. На случай, если незаметно, пиздых получает поворотный кулак, не рулевой наконечник, а точнее ушечко его. Успех причепурился на горизонте, правда, на следующий день. И рулевой наконечник, наконец-то, на свободе. И все ради того, чтобы снять вот этот вот хомусик, а потом вот этот вот пыльничек. И для того, чтобы понять, что вся моя работа была абсолютно бесполезна. Пиздец. Бля. Блядь. Металлическая обойма, обратите внимание, на которую крепится пыльник. Это получается ухо вот это? Да за что? Вот это кусок рулевой рейки. Я лахуя. Есть три варианта развития событий. Первый. Снять, заварить аргоном, поставить обратно. Второй. Купить новую рулевую рейку. И третий. Скинуть гольфа в мусорку. Но! вариант я выбрала стоимостью в 14 тысяч рублей вот так вот выглядит новая рулевая рейка пыльники я уже достала посмотрела они такие типа пластиковые а те которые поставила они такие короче мягонькие не знаю почему в начале видео сказала 15 ну просто косарь морально ущербный шоу тут я максимально скрупулезно пытаясь обглядывать рулевую рейку на предмет дефектов или же хотя бы наличие случайно забытых кем-то там когда-то там мульона денег нету да ладно поплакали пока коли работаем дальше иди сюда мой белый хлеб что делаем сливаем жижу потому что насос гора я не снимал ну девочка наивная рассчитывала только на замену пыльников бесконечно можно смотреть на огонь и воду и на на свадьбе момент да я уже все надоело буду курочить телек на точнее делать из него плюс-минус адекват внутри себя чудо живет радиатор охлаждения вот он-то точно поедет на помойку вездесущая хрень из которой постоянно приходилось доливать антифриз я вам так скажу разводной ключ нехилый такой аргумент для того чтобы что-нибудь отжать например датчик он перебазируется уже на новый радиатор а мы тем временем на автомойку немного магии получается вот это и опять по новой диапазон между отчаянием и надеждой опять же снятие рулевого наконечника с правой стороны никакого интереса уже сия процесс не представляет поэтому пропустим его и начнем уже со снятия рулевой рейки а для этого нужно освободить рулевой вал вот тут вот есть две гайки надо открутить потому что вы достать рейку тут вот хомутик его надо выковырять достать а я здесь не подлезу там 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 события которые вы ждали надо открутить трубки гуру ключом на 18 которого у меня не было да и до сих пор нет мне его дали попользоваться до срывая ногой а что вы мне сделаете я тут вы там целом успех неизбежен хозяин подарил доби носок доби свободе но ненадолго подышали воздухом и скоро обратно далее потребуется ключ на 13 которых у меня целых четыре штуки собственно и гаечки надо открутить именно четыре штуки на удивление все даже открутились довольно таки нормально это чего даже никто не приклеил что ли что ж теперь уже рулевую рейку ничего не держит разве что приемная труба придерживает и надежда на светлое будущее поскольку рулевые тяги я не снимала немного жопная история с демонтажом этой рейки начала в одну сторону ее надо засунут потом другую она там как глиста прижилась в организме гольфа устроить и строй порядок это отстой все готово установки зеленая рулевая рейка жить не нравится мне этот болотный цвет ну знаете ли зато новая без мам папе кредитов ставить я буду на те же самые болты только уже чистенькие максимально жирненьким слоем заливаю все медляшечкой как это принято у богатых людей и отправляю этих четверых на свое законное место еще себе купила наборчик плашек и метчиков на каждом болтики прогнала резьбу просто идеально короче не очень удобно наносила как бы тот сейчас мне надо поставить на место вот эту пластину вот сюда отсюда 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 и готово для этого потребуется немного вяленых усилий только я надеялась что это будет чутка побыстрее поворачиваем закручиваем все просто следующий этап это установка рулевых тяг абсолютно лайтовая и простая задача просто закрутить по часовой стрелке в идеале конечно нормально их затянуть очень надеюсь что получилось нормально закидываем сверху пыльничок фиксируем двумя хомутами дабы это чудо рамсы не попутала и никуда не сибалась честно говоря до сих пор непонятно и очень интересно почему же все таки отвалился кусок рулевой рейки может быть там был слишком мощный хомутик на не бред какой-то наверное это просто старость теперь можно кстати со всеми почестями вернуть рулевой наконечник на свое родное место а потом еще и трубочки кура я начала уже прикручивать но я очень боюсь что я иду мимо резьбы что закручивание по резьбе очень страшно и я была права я закосячила резьбу пришлось купить вот такой вот метчик за косарь с лихвой он никогда в жизни мне больше не пригодится наконец-то можно сказать финишная прямая осталась правая сторона однако истинная история закручиваю рулевую тягун по направлению направо сверху пыльничок и хомутики жижу гура я купила только надо будет не забыть залить ее сливала я красненькую но по мануалу она идет зеленая на этом история с рулевой рейкой заканчивается она счастлива у нее есть свой домик и это гольф надеюсь что она мне очень-очень много еще послужит и не будет откидывать свои части тела на вольные хлеба вот такое вот приключение у меня получилось и главный вопрос чё с мотором то конце декабря я его отдала на капиталку в течение трех месяцев меня кормили пятничками вот в эту вот ту вот следующую пятничку в итоге пришлось его забрать спустя три месяца по договоренности мне должны были сделать собственно саму капиталку и полностью весь вак комплект на январе вот ну плюс-минус вот так вот выглядит свап комплект на январе ну в целом январе же есть мотор как бы был собран но почему-то не было затянута клапанная крышка ну и блок был покрашен по грязи просто поверх грязи покрасили более я в ахуе я конечно понимаю что покраска не говорит о качестве капитального ремонта но какие-то такие мелочи поставили под сомнение а точно ли все сделано норм в итоге оказалось что не норм вскрытие показалось что в цилиндрах нехилые такие ступенечки от поршневых колец каналы забиты башка под шлифовку колено под замену а еще мне сказать что поменяли диск сцепления а по факту его не поменяли полное разочарование и расстройство на тот момент моя нервная система просто со мной уже попрощалась до свидания я в прострации и тут мой сосед по гск мне говорит аленка не парься соберем тебе движок за три дня хераси 3d серьезно посчитал 37 тысяч десятка из них его работа ну ок перевела в итоге несколько дней он мне сообщал что да как запчасти заказал колено я за это время блок отмыла клапанную крышку покрасила поддон тоже покрасил а потом чел просто потерялся на звонки либо не отвечает либо говорит что занят на сообщение тоже ну такая история через четыре дня игнорирования я пошла докапываться к нему в гараже заказанных запчастей я не увидела хотя прошло уже десять дней с момента перевода денежных средств поэтому после длительного разговора пришли к решению что все-таки он мне вернет деньги за вычетом того что было уже сделано конечно все подробности я рассказывать не буду хоть они и капец какие интересные все-таки это мой сосед деньги он мне вернул желаю ему любви здоровья и успехов по жизни после всех этих событий я какое-то время просто ничего не делала для того чтобы понять в какую сторону мне стоит двигаться что мне все-таки делать и что я вам хочу сказать вот это аду или ады и как пожелаете два литра 115 лошадей сто четыре тысячи пробег у него заявленный по стоимости 72 тысячи рублёв движок коробка проводка и был но есть нюансы непонятно станет ли он по приводам новый радиатор идет нахер возможно телек тоже плюс умон с компрессором под кондей в моем его не было буду ли я заморачиваться с ним или нет сцепление гидравлическое и это только самые основные моменты короче еще половину гольфа придется поменять вот я в жопе но тем наверное интересней спасибо за просмотр всем пока меня в дырку уводит а